Осень, конечно же, очи и очарование, но вместе с тем это период просудных заболеваний и заболеваний лор-органов. Лето в Самаре нынче удалось достаточно длинным, тепло началось еще в апреле, и организму, привыкшему к теплу, очень сложно сейчас переходить на пониженные температуры, сырость, холодный ветер. Собственно, вот об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Знакомьтесь, пожалуйста, дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи, врач от Арина Ларинголог, поликлиники номер 14, Игорь Калашников. Добрый день. Вот сегодня мы запланировали поговорить про осеннее обострение, но я сначала хотела уточнить. Вот ухо, горло, нос – такая система, да? А в рейтинге заболеваний кто из них на первом месте – ухо, горло или нос? На первом месте, конечно же, идет горло, потому что тут встречаются как дыхательная, так и пищеварительная система. Здесь все это вместе, поэтому как заболевания дыхательной системы, так и заболевания желудочно-кишечного тракта, которые отражаются в горле, задняя стенка глотки, миндалины – все это, конечно, вся эта иммунная система, она реагирует на те все факторы внешней агрессии, которые действуют на нас. Нос уже идет на втором месте, потому что он идет на втором месте, а уши на третьем. Ну, хотя можно здесь так сказать, что у детей несколько вот это вот разнится, потому что практически у 80% детей до пятилетнего возраста у всех возникают атипты. Это связано с особенностями анастомического строения аденоидной ткани у детей, и поэтому атипты у них, в принципе, это обычное состояние. – Когда сын был маленький, мы жили в другом регионе, и этот регион славился тем, что практически все дети у нас болели атиптами. Вот Самарская область, она насколько благополучна вообще в вашем плане? – В последнее время за счет времени антибактериальных препаратов на ранних этапах, мамы сами применяют даже без назначения врача иногда, атипты встречаются, но не скажу, что так часто. Ну, как и в среднем по стране, это примерно 25% они встречаются, и никуда от них не денешься, они так и так будут, потому что инфекция проникает чаще всего через слуховую трубу в пол и средний в ухо и вызывает воспалительные процессы. – Знаете, мне, если честно, всегда было непонятно, почему осенью мы болеем. За лето иммунитет у нас укрепился, там кто на море побывал, кто где, и вроде бы мы должны встречать сентябрь-то во всеоружии, а получается все наоборот. – Закончилось лето. Нам очень жалко, что оно закончилось. Возникает что? Возникает депрессия. – А, вот так? Подсознательно даже? – Конечно, укорачивается световой день, укорачивается световой день, больше темное время суток, и поэтому вот это вот все влияет на иммунную систему человека, плюс, конечно, меняется влажность воздуха. В помещении очень сухой воздух, агрессия, нагрузка на дыхательную систему возрастает, возникает, может быть, и аллергические реакции на плесневые грибы, которые, на домашнюю пыль усиливается реактивность. Ну и, конечно, самое основное – это депрессия. – Вот, просто, когда она уйдет из нашей жизни, когда мы ее победим. – Все-таки, когда у нас есть четыре времени года, это лучше, чем одно и солнце. – Не знаю, не пробовали по-другому, поэтому не буду спорить. Если вы опоздали к началу программы, сегодня в нашей студии врач от Арины Ларинголог Игорь Калашников, и мы говорим про осеннее обострение. А каких все-таки вот заболеваний осенью стоит опасаться больше всего? Ну, я имею в виду, конечно, заболевания лорорганов. Что чаще всего встречается? – Сейчас основная масса, конечно, это вирусные заболевания. На них приходится примерно, ну, если по данным статистики, 90% воспалительных процессов дыхательной системы – аденовирусы, ОРЗ, вирус гриппа, парагриппа, ну, ковид-инфекция, конечно, которая у нас никуда не делась, она у нас осталась, она теперь стала сезонной. Инфекции – все они вызывают воспалительные процессы дыхательной системы. Вопрос преимущества поражения. То есть, если риновирус, он больше локализуется на слизистой полости носа, то уже там аденовирус, он идет на задние стенки глотки, парагрипп, он уже опускается несколько ниже, более нижний отдел дыхательной системы. Ну, обычно эти заболевания, они мало чем отличаются, трудно их отдифференцировать по клинике. Основная диагностика, конечно, это лабораторные методы исследований, хотя предположить можно. Ну, и лечение основное – это противовирусные препараты. Не надо назначать сразу антибиотики, потому что антибиотики мы принимаем только тогда, когда присоединяется бактериальный какой-то компонент. И это, если мы назначаем антибиотики во время вирусной инфекции, мы снижаем иммунитет человека, ему трудно, иммунная система трудно бороться с вирусной инфекцией. Поэтому лучше обратиться к врачу, если есть такая возможность, и врач уже назначит такие препараты. Ну, если вы хотите что-то там себе сделать, ну, можно сделать очень просто – сдать анализ крови, и по анализу крови можно будет четко и сразу понять, какими клетками защищается организм человека. Если это противовирусные клетки, значит, основная нагрузка идет, то есть вирусная атака. Если здесь противобактериальные клетки, уже другие, по анализу крови это все понятно, и поэтому, если что-то, какие-то, есть сомнения, бактериальная или вирусная инфекция, назначать антибиотики или не назначать, анализ крови нам это все четко разложит по полочкам. Я думаю, что не стоит буквально понимать то, что вы сказали, что быстро, четко и легко по анализу можно понять. Ну, это не так. То есть это может понять только врач, конечно. Ну, конечно, конечно, да. Вы назвали вот все-таки именно горло первым, скажем так, барьером на пути инфекции. Давайте вот тогда с заболеваниями горла немножечко разберемся. Вот ларингиты, танзелиты, фарингиты – это вообще какая-то такая вот совершенно непонятная для многих азбука. И чем здесь что отличается, и чем мы заболеваем? В нашей классификации, которая у нас в России, у нас есть заболевание, называется фарингит, есть заболевание, называется танзелит. А то и другое заболело горло. А в большинстве мировых классификаций это одно заболевание, называется оно танзелофарингит. Так, вот это проще. Потому что, ну, крайне редко бывает, что воспаляется только задняя стенка глотки у человека аминдаль, она остается спокойно, и они не реагируют. Они в основном всегда почти тоже реагируют. Вопрос, в какой степени они. Но если воспалительный процесс уже спускается, не то что спускается, а затрагивает более широкие отделы, тогда уже развивается ларингит. Ну, ларингит – это больше связано с профессиональной деятельностью людей, те, кто работает именно с голосом. Ну, сейчас таких достаточно большое количество. Да, такое возникает. И когда эти ларингиты, особенно у работников голосовых профессий, иногда они достаточно длительное время проходят. Потому что основное метод лечения ларингитов конкретно – это голосовой покой. То есть, что не грозит представителям многих профессий. Да, да, да. Голосовой покой, да. В том числе телевизионных. Их, если все, если голосовой работают, то они восстанавливаться будут достаточно тяжело. Что касается фаренгитов, ну, как острые, так и хронические фаренгиты, масса и теология, то есть причины вызванных фаренгитов – это начиная от того же самого вирусной атаки, от воспаления задней стенки глотки. Больше она ощущается, когда человек не то, что глотает не пищу, а слюну. То есть, если боль у человека возникает, когда он глотает слюну, и боль возникает именно больше сзади, чем по бокам, это обычно распаляется задняя стенка глотки, так называемый фаренгит. Хотя фаренгит может быть и без инфекционного компонента. Допустим, такое заболевание, как гастроэзофагально-рефлюксная болезнь. Заброс кислоты из желудка. Человек съел что-то такое острое, там соленые огурцы, горло заболело. Вполне это может быть ожог кислотой задней стенки глотки. Это достаточно часто сейчас встречается, особенно если есть привычка есть по ночам. Человек поел, желудок работает, сокращается, заброс кислоты, и идет ожог задней стенки глотки. Это не инфекционный характер заболевания, и поэтому, как вот обычно таблетки воспалительного процесса, они помогают мало. Но человек-то, скорее всего, просто почувствовал, что у него болит горло, и он не понимает, что происходит. Он не понимает, да. Поэтому для диагностики лучше обратиться к специалисту. Ну, мне кажется, что большинство из нас при заболевании горла, ну, не бежит со всех ног к доктору, а начинаем там как-то полоскать таблетки, бурызгать. В общем, вот так вот. Если уж совсем там в течение какого-то времени ничего не выходит, тогда только посещаем врача. А как правильно, и, может быть, так и надо на самом деле, и какой вот этот период, что не проходит горло, и когда надо бежать? Ну, у нас такой менталитет, конечно, что мы сами начинаем заниматься самовлечением, большинство. Ну, в принципе, как здесь сказать, здесь самое главное себе не навредить, потому что, если, конечно, идет сильный инфекционный процесс, инфекционный процесс, противовоспалительные препараты, они воздействуют на инфекцию и будут приносить облегчение какое-то. Но иногда, если как бы сверх-сверх нормы этого делать, можно нарушить в полости рта, сделать дисбактериоз себе, то есть ухудшить состояние своей микроорганизмы, которые нас защищают, которые живут в полости рта, ведь на них тоже действуют противовоспалительные все вот эти вот препараты, которые мы применяем. И если нарушаешь свой баланс микробов в полости рта, то, конечно, может состояние еще больше ухудшаться. Поэтому здесь вот надо соблюдать такой вот, начинает человек лечиться, да, пожалуйста, фурцелин, ну, кому что больше нравится полоскать. Какие там противомикробные препараты, я не знаю, можно говорить? Нет, не называем названий. Я никогда не буду говорить названия, что-то какие-то в таблетированной форме, лучше в таблетированной форме, потому что брызгалки, которые вот, вот они, все-таки не так орошают. А таблетированная форма доказана, она работает. Правда? А так удобно аэрозоли. Аэрозоли удобны, но таблетированная форма работает доказана лучше, прямо однозначно. То есть вы имеете в виду рассосать таблетку лучше, нежели побрызгать аэрозоли? Да, противовоспалительный эффект будет лучше. Это прямо аэрозоли, они вот, вот, их можно тоже использовать, но не до такой степени они вот эти вот. Вот, ну и, конечно, сбалансированное питание, обязательно прием витаминов, обязательно. Особенно, вот когда идет воспалительный процесс, потребляется большое количество аскорбинной кислоты, витамин С. Поэтому желательно витамин С в любом виде, если, конечно, нет серьезных проблем с желудком, потому что это кислота, чтобы не навредить желудку. А вы сразу видите, от чего болит горло? Ну, с учетом опыта работы, ну, могу сказать, в большинстве случаев да. Люди, наверное, удивляются, когда вы говорите, что нужно пойти не ко мне, а сделать ФГДС. В большинстве случаев да. Как это так, что вы там можете? Ну, это уже приходит все с опытом. Ну, мне кажется, что дань уважения горлу мы более-менее отдали. Да, давайте все-таки и про нос тоже поговорим. Вот что вас, как отариноларинголога, в отношении заболеваний носа беспокоит сейчас больше всего? Ну, вы, наверное, смотрите тоже за статистикой. Вот по данным какого-то там мониторинга воздуха, Самара оказалась в числе лидеров по загрязнению нашего воздуха. Печальная новость. К большому сожалению, ну, за сутки дыхательная система человека, вот через дыхательную систему человека проходит примерно 16 килограмм воздуха. Много. Если представить, сколько там грязи, сколько оседает, вот на слизистой оболочке полости носа, задние стенки, глотки легких, этого достаточно большое количество. Нос обеззараживает примерно от 40 до 50% вот этих вот вдыхательных, то есть микрочастиц, которые находятся в воздухе. Это его нормальная работа, поэтому если он не выполняет эту функцию, идет нагрузка на дыхательную систему, отсюда воспаление ниже лежащих отделов дыхательной системы, оно усиливается. А так, конечно, если нос работает нормально, то в большинстве своем он справляется с работой. Там очень мощный фильтр стоит, воздух в полости носа, он не проходит, как мы думаем, что прямо закручивается несколько раз, от 4 до 6 раз, у каждого человека по-разному. Вот, и, соответственно, он очень хорошо фильтруется. Там везде система очистки стоит? Да, обязательно. Там везде стоит система очистки, ну, здесь от регионов это все разное у каждого человека. Вот, и уже если, допустим, человек вдыхает воздух температурой на улице, там, минус 5 градусов, в носоглотке температура воздуха уже плюс 30 градусов. Когда он прошел, уже плюс 30, вот вам смотрите, какой кондиционер. То есть, какую работу выполняет всего лишь нос, где площадь, ну, слизистая оболочка около 40 квадратных сантиметров всего. Соответственно, когда нарушается его функция, полости носа страдает, и все нежележащие отделы дыхательной системы. Поэтому очень важно, очень важно человеку следить за состоянием полости носа, особенно сейчас. Увлажнять воздух в помещении, чтобы не было сухого воздуха, чтобы он так не раздражал слизистую оболочку. Каждый раз после посещения общественных мест промылать нос можно чуть под соленой водой, можно купить эти спреи, продаются в аптеках, как вам удобнее. Но лучше всего и промывать нос, и умываться. И самое главное, когда человек находится в общественных местах, не трогать нос и лицо руками. Не заносить туда дополнительную вот эту вот агрессию. Ну, и, конечно же, смотреть за состоянием носовых структур. Если у человека есть смещение носовой перегородки больше, чем у обычного человека, то, конечно, хирургические методы лечения. Если полипы вырастают, тоже хирургические методы лечения, то удаление. Если просто какая-то реакция раздражения, отек слизистой оболочки, то начинаем, конечно, большей частью с консервативного лечения. Медикаментозная какая-то терапия для улучшения качества слизи, что очень важно для слизистой оболочки. Она и называется слизистой, потому что защищается слизью. Плохая слизь – это плохая работа слизистой оболочки. Вот, качество слизи и, конечно, сосудистого тонуса. Начинается с консервативных методов лечения. Если консервативные методы лечения не дают эффект, то уже прибегаем к хирургическим методам коррекции. Большей частью это, конечно, такие функциональные методы. Ультразвук, лазер, каблатер, радиоволна, вот такие минимальные, инвазивные. Ну, а если уж они не дают эффект, тогда уже большая хирургия. Приехали. Друзья, давайте мы сейчас узнаем, что произошло в здравоохранении России и региона за ту неделю, что мы не виделись. А после этого вернемся сюда, в студию. С начала сентября в регион поставлено более 1 миллиона 300 тысяч доз вакцин от гриппа для детей и взрослых. Медики уже привили более 30% населения области. Пройти вакцинацию можно в любом прививочном пункте. В Безенчуке обновили поликлиническое отделение районной больницы. Здесь выполнен капитальный ремонт и появились открытая регистратура, зоны комфортного ожидания приема. Также отремонтированы подразделения в поселке Прибой и деревне Красноселки, где проживает около тысячи взрослых и детей. В Самаре прошла Всероссийская конференция кардиологов. Научная программа посвящена сложным аспектам кардиологической науки. Темы от физиологии и генетики до самых современных методов диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В областной гипотологический центр, созданный на базе больницы номер 10, поступило новое оборудование. Фибраксан позволяет достоверно определить жесткость ткани печени. Процедура на новом аппарате проводится быстро и безопасно для пациента. Меры поддержки помогли привлечь в Самарскую область более 110 медиков из других регионов страны. Специалисты при трудоустройстве по наиболее востребованным специальностям получают выплаты в размере 200 и 300 тысяч рублей. Всего этой мерой поддержки воспользовались 50 врачей и 68 средних медицинских работников. Мы снова в студии. Это программа «Звоните доктору». Сегодня у нас в гостях Игорь Калашников, врач от Риноларинголог городской поликлиники номер 14. Мы говорим про осеннее обострение и как раз только-только обратили свои взоры к носу. Вы схему всю проговорили, что, почему, зачем. Но, как мне кажется, что очень часто мы сами становимся виновниками того, что наши заболевания переходят в более серьезную стадию, а иногда в хроническую. Вот что касается носа и что касается гайморита. Гайморит, если ему суждено быть, он непременно будет? Или мы тоже как-то вот способствуем тому, что такое заболевание появляется? Все зависит от анатомических структур полости носа. Пазухи, верхняя челюстная, лобная пазуха, клетки решительства лаверинта основная, они имеют вводное отверстие. То есть отверстие, которое сообщается с пазухи, через которое сообщается с полостью носа. Если это отверстие хорошо функционирует, то есть пазухи хорошо дышат, то синусит, просто народный называемый гайморит, он не разовьется. Почему? Потому что то, что попадет в пазуху, вот этот инфекционный процесс, клетки решетчатого, ой, клетки мукоцеллярного транспорта, то есть эпителий, он выкинет все из пазухи, он удалит все оттуда, всю грязь. А вот когда начинает отверстие сужаться и дренаж нарушен, вот тогда развивается синусит. И это большей частью зависит именно от анатомических структур. Конечно, роль играет и вирулентность микроба, если микроорганизм очень такой сильный, вирулентный, то, соответственно, конечно, синусит может развиться и в первоначальном человеке. Ну, а так, опять-таки, вот анатомические структуры, они имеют очень большую роль в развитии синуситов, особенно острых синуситов. А неправильное лечение может привести? Неправильное лечение, да, использование сосудов декадгистантов, то есть сосудосуживающих капель, которые на какое-то время сокращают сосуды, а потом они, сосуды опять расширяются, они могут сосуды вызывать отек в зон соуси, и опять-таки развивается синусит. Поэтому всегда говорят, что сосудосуживающие капель 3, 5, ну максимум 6-7, не, больше нельзя. Дальше они вызывают массу побочных эффектов и дают большое количество осложнений. Поэтому если после 5 дней человек применяет сосудосуживающие капли, лучше обратиться к специалисту. А многие ведь вообще не живут без этих капель и носят в сумочке, в кармане, и постоянно, вот я сама много раз наблюдала. Что это такое? Сосудосуживающие капли, сосудосуживающие, они спазмируют сосуды. Примерно около 10-15% действующих веществ этих капель воздействуют на сосуды слизистой оболочки полустеноз. Остальное действие вещества всасывается в кровь. Спазм сосудов сердца, спазм сосудов головного мозга, нарушение сердечного ритма. У детей это может быть эмоциональная лоббильность и так далее. То есть масса побочных эффектов, которые они вызывают, вплоть до остановки сердца. — Человек говорит, я не могу, вот как мне жить, я не могу, не могу не капать, не брызгать. — Да, они потому что дают привыкание, там эффект вот такой, что нарушается выбор, выработка собственных медиаторов, которые должны иннервировать сосуды. И вот привыкают, то есть именно вот к этим декомистантам. Обратиться лучше к врачу, я говорю, сначала назначаем консервативный метод лечения, большей частью топические стероиды, то есть гормоны какие-то местные, помогают кому-то, иногда не помогают. И приходится уже тогда приходить, применять какие-то физические методы воздействия, то есть разрушать сосуды. Убираем, разрушаем вот эти переполненные кровью сосуды, тем же самым там ультразвуком, лазером, там сейчас современные пошли аппараты, более, менее болезненные, вернее, и достаточно хороший эффект дают, и человек возвращается. А сразу зацепилась за слово, вы сказали оборудовании совсем другое сейчас. Насколько вообще быстро-то вот ваша отрасль медицины идет вперед, и есть что-то, что там с тех времен вечное, надежное? Ну, раньше, когда я начинал работать, мы делали вообще обработку носовых расов гальванокаутером. Ну, это по типу выжигательного прибора, вот, было что-то, вот. Потом пошли СО2-лазерные аппараты, ну, они создавали тоже рубцы, там, спайки, все вот это вот делали, но не было. Пошли потом одномикронные примерно лазерные аппараты, сейчас уже есть двухмикронные аппараты, это примерно, они воздействуют практически на сосуды, на сосуды, вот. И не повреждая, не повреждая подлежащей ткани, именно воздействуя на сосуды. И достаточно очень хороший эффект. И медицина, я вам скажу, что за последнее время, ну, очень продвинулась вперед. Есть еще вкупе с лазерным аппаратом, есть эндоскопическая техника, которая позволяет достигать в любых отделах полости носа, там, в задних отделах, ну, это вообще считается. А вот возвращаясь к синуситу, к его лечению, многие больше всего опасаются перфорации или, как в народе говорят, прокола при лечении синусита. Вот насколько это, на самом деле, опасная процедура и как бы до нее не дойти? Это не опасная процедура, с чего я и начал, что должен быть дренаж. Наша самая главная задача, когда мы начинаем лечить синусит, первое, это сделать дренаж, то есть наладить отток из пазухи, чтобы был отток. Если это удается местными средствами, каким-то там, приемом сосудосуживающих препаратов, там, гормонов, если это удается, то очень хорошо. Если не удается гной из пазухи, надо эвакуировать. Тогда мы делаем уже пункцию, это не в зоне, естественно, соусти, это в нижних отделах, приходится эвакуировать гной из пазухи. В противном случае будут осложнения, если это обязательно делать. Бояться этой процедуры не надо, ну, конечно, она не совсем приятная, эта процедура, но когда мы эвакуируем гной, то уже риск развития осложнений, в том числе на головной мозг, практически минимальный. А если этого не сделать, по показаниям, я имею в виду, когда мы имеем дело именно с уровнем жидкости в пазухе и так далее, не просто отеком, а когда вот такой уровень жидкости, то здесь вплоть до осложнения абсцесса головного мозга. – А что Вы, как лор-врач, думаете про пирсинг носа? Сейчас молодежь это практикует. Я не про эстетику. – Про эстетику, да, я тоже говорить не буду про эстетику, но скажу Вам так, что передняя отдела слизистой полости носа, кожа слизистой полости носа, она очень сильно иннервируется. – Там большое количество нервных окончаний. Нервные окончания, в том числе, они ответственны за половое влечение. И поэтому, когда человек ковыряет в носу или что-то такое, это не факт, что ему там что-то хочется, это может быть просто связано с нарушением эрогенных зон. Это одна из эрогенных зон. И когда это делают, ну тут больше даже вопрос не ко мне, а больше там к психиатрам, что может быть с человеком, который постоянно раздражает свою эрогенную зону. – Ну то есть, по крайней мере, для каких-то заболеваний это не является провоцирующим фактором. – Это не является провоцирующим фактором. Провоцирующим фактором, если человек будет в полости носа, всегда убирать у себя волосы. Волосы – это мощнейший адсорбент, они зачем нужны в полости носа? Для того, чтобы вот крупные частицы задерживать на себя. – Это фильтр, это один из фильтров стоит. И если человек вот постоянно, вот у меня там волосы нельзя, для гигиены, да, можно срезать, но вот все, если убирать, это очень плохо для слизистой оболочки полости носа. Поэтому с этим аккуратно. – Игорь Александрович, наверное, все-таки очень важно поговорить нам о профилактике. Можно же все равно как-то себя сейчас обезопасить. Вот мы сейчас про горло, про нос с вами поговорили. Я, кстати, где-то видела такие рекомендации, что съешьте мороженое, и будет прекрасная защита, профилактика для вашего горла. А что на самом деле лучше делать? – Ну, мороженое, конечно, закаливать можно закаливаться, но закаливаться надо начинать не вот сейчас, когда идет процесс, надо начинать летом. – Ну, летом-то все, наверное, едят. – Вот, летом надо начинать. Но мороженое, конечно, не есть фактор защиты. – Основное, конечно, сейчас лучше одевать маску, когда находимся в помещении, где большое количество людей, в том же самом общественном транспорте, в магазинах, промывать нос под соленой водой, чайной ложкой соли на стакан воды, промывать нос каждый раз после посещения общественных мест. – То есть не трогать лицо руками. – Нос и горло руками. – И после того, как придете домой, хорошо прополоскать горло, ну или хотя бы просто выпить полстакана воды. – То есть смыть те микробы, которые пока еще сидят на слизистой оболочке, пока которые еще внутрь не прошли. – Ну, собственно говоря, не такие уж сложные манипуляции для того, чтобы быть здоровым. – Игорь Александрович, не успели поговорить с вами про болезни ушей, но, кстати, здорово, потому что, значит, вы придете к нам в следующий раз, и это тема будущей программы. – А сегодня благодарю вас за эфир, прощаемся с нашими зрителями, увидимся ровно через неделю, до свидания. – Всего доброго, здоровья. – Субтитры подогнал «Симон»!